Продолжение следует... Павел обращается к Галатам и рассказывает им историю своего сверхъестественного обращения, доказывая то, что он не имел нужды иметь общение с другими апостолами, которые были перед ним. И начиная вторую главу, он говорит, Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой Тита. Ходил же по откровению предложить там особо знаменитым благоествование, проповедуемое мною у язычников. Не напрасно ли я подвязался или подвязаюсь? Упс! А что это значит? Вы не поверите, послание к Галатам, вторая глава. Послание к Галатам, вторая глава, когда апостол Павел говорит, Потом, через 14 лет, опять ходил в Иерусалим с Варнавой, взял с собой Тита. Ходил же по откровению и предложил там особо знаменитым благоествование, проповедуемое мною у язычников. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Чего это он говорит? Что значит эта фраза? Не напрасно ли я? То, что я делаю. Вы не заметили, что вы кого-то перебили? Кто-то что-то хотел сделать, да? Он немножко сомневается. Теперь что вы хотели сказать? Он сомневается с своими пожеланиями. Выглядит, с моей точки зрения, немного странновато. Только что, первую главу, апостол Павел, трижды объясняет им, что Евангелие, которое он принял, было таким нечеловеческим, сверхъестественным. Принято непосредственно от Бога. И он говорит, что я не имел нужды ни с кем советоваться. Никаких вопросов. Прошло 14 лет, Павел имеет плоды? Какие плоды он имеет? В церкви Ам Христову, в Иудее, лично я не был известен, а только слышали они, что гнавших некогда ныне благовестную веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Он насадил уже ряд церквей. Слава об этом парне прошлась по всей Иудее. Когда он приходит в Иерусалим, 21 глава, а о тебе что? Наслышались они. Служение его было известно. Если в Иудее лично его не знали, но о нем шоу? Не просто слышали, а наслышали. И церкви Ам Христову, и людей, я был, в общем-то, известен. Не лично, но они обо мне слышали и благодарили Бога. Ну, вы представляете, к примеру, а ваше услужение многие верующие в Киеве знают. Многие верующие в Киеве знают. Нет. А вы же как недалеко от Киеве. За сколько лет института? Лет пятнадцать. А вас еще не наслышались. А вас лично об вашем институте еще не наслышались. Еще не все его знают. Иногда говоришь, жбель, кто это? Начинаешь объяснять, рассказывать. Они ничего не слышали. А Павел говорит, церкви Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавших некогда, не и неблаговестуют веру, которую он прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Опять возвращаюсь в Деянии. Приветствовал их Павел, рассказывал подробно, что творил Бог у язычников, служение им его. Они, выслушивая, прославили Бога, сказали, видишь, брат, сколько тысяч уверующих людей, все неревнительные законы, а тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками. Иерусалимская церковь насчитывала десятки тысяч людей. Надо взять подсрочник, просто посмотреть. Были десятки тысяч верующих. Иерусалимская церковь была достаточно большой. Да? И он говорит, на что наслышались они? О твоем служении. И зная о том, что ты придешь, они что? Придут. Павел был очень непростым человеком. Когда он приходит, его приводят в Рим, как мы себе это представляем? Повторяем. 28 глава, 17 стих, книги Деяния. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, когда они сошлись, говорит ему же братья. Он приходит в город и созывает кого? Из иудеев. И они что делают? Приходят. Что же это за авторитет у человека, который может созвать знатнейших иудеев, и они придут? Причем те ребята, которые о нем явно не слышали, потому что он говорит им. Не сделан ничего против народа или отеческих обычаев. Я в вузах Иерусалима, при этом был в руке Рима. Они, судив, меня хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но как иудеи противоречили, я принужден был потребовать сюда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо народ. По этой причине я призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо я за надежду Израиля обложен этими узами. Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из иудеи, ни приходящих братьев никто не известил о тебе, и не сказал ничего худого. Они о нем не знали. Несмотря на то, что они о нем не знали, он мог их призвать. Странно, да? Немножко странно, да? Мы можем приехать в Киев и призвать всех знатных пастырей. Многие придут. он приходит на то время в столицу мира. Это Великая Римская Певия. Он был в столице мира. И там были в общем-то евреи, как написано, были евреи знатные. И он призывает, они в течение трех дней к нему приходят, он начинает с ними разговаривать, и они говорят, послушай, мы о тебе ничего не знаем. Никто нам о тебе ничего не говорил. А что же они тогда пришли? Они говорят, никто не говорил, что они слышали. Об этом учении везде говорят, а о тебе никто ничего не говорил. Давайте откроем деяние первого главы. Второе. Итак, твердо знай весь дом Израиля, 36 стих, что Бог соделал Господом Иисусом Которого вы распяли. Услышав это, они умилили сердце, мы сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать мужи-братья. 14 стих, Петр встал с одиннадцатым и возвысил голод свой и возвысил им мужи иудейские, живущие все в Иерусалиме, все это будет вам известно. Внимайте. Они обращаются друг к другу, не разделяя друг друга по признаку их веры. Понятно, да? Они были по-прежнему тем? то есть, это нормально. Разделение, в общем-то, не было в плане того, что если ты уверовал в Мессию, ты перестал быть евреем. Понятно, да? они продолжали быть братьями евреем. Понятно, в чем идет речь? Павел был, в общем-то, непростым человеком. Он был один из учеников Гамолеева. он воспитывался при его ногах. Он был неумеренным, ревнительным. Он, посылаем, был первосвященником. Он ходил, арестовывал и побывал камнями верующих мессианских. Это был непростой человек. Вдруг происходит его радикальное обращение, которое возмущает других людей, прежних его союзников и соратников, потому что они видят, что он стал как бы предателем, переменил свое мнение. И он приводит их в замешательство. Они хотят его убивать периодически. Чуть-чуть. То есть, его служение не оставляет людей, мягко говоря, равнодушными. В церквях иудеи они наслышали своего служения среди язычников. Хотя лично его не знали, но они наслышались об этом. Придя в другой город, он мог сказать, послушайте, я один из учеников Гамалиева. Это было достаточно для того, чтобы обратить на него внимание. Понятно, да? Этот человек насаждает церкви на протяжении 14 лет. Причем мы видим, что начал свое служение сразу после обращения. Он тут же приходит в синагоги, тут же начинает учить, потом он идет язычником, начинает учить язычником, наслаждается церковью. 14 лет проходит и он задается вопросом, не напрасно ли я этим всем занимался или занимаюсь? Не странно ли это звучит по своей сути? Странно? У человека есть плод, у человека есть откровение, он двигается в этом откровении, приносит плоды. Люди о нем знают, о нем говорят, его служение раздражает одних, радует других. Да? И вдруг у него становится вопрос, слушайте, вообще надо этим заниматься? Чем я занимался? Не странно ли? Странно. Но там написано очень интересное слово, ходил, почему? По откровению. Это его желание было туда пойти? ходил в Иерусалим Смарнаву и взял с собой Тита, ходил же по откровению. Он говорит, послушайте, если бы Бог не дал мне откровения, то я бы не пошел. То есть, я считал, что все в моем служении, вот так вот, и мне не было никакой нужды, но Бог стучится к нему и говорит, тебе нужно пойти куда? в Иерусалим. Это не Павла желание, это послание, которое он получает от Всевышнего, чтобы он пошел туда и рассказал им, и чтобы они вынесли суждение о его служении. Нужно понимать, что Евангелие проповедовало Павлом, оно несколько отличалось от Евангелия, которое проповедовали обредами. Мы об этом говорили. Не по своей сути, но по своему содержанию. Понятное выражение? Кто может объяснить, что с ним? Объясните, я попросу его не повторю. по своему субтитру на Я могу уже объяснить или нет? Или вы еще хотите? Вы знаете, что мы решаем? Хорошо. Можете объяснить? Спасибо. Вот эту часть не нужно было проповедовать евреям. Что есть Творец неба и земли. Что Бог един. Нужно ли было эту часть проповедовать евреям? Нет. Была часть, которая нужно было знать евреям, что Иешуа есть обещанная Мессия дома Израиля и дома Иуды. Была ли эта часть в Евангелии проповедовании Павла? Была, конечно, что Иешуа есть Мессия обещанная дома Израиля и дома Иуды. И этот Мессия открылся и верующим из язычников. Они получили доступ к той благодати, которая открылась через Иешуа Мессия. Была-то часть проповеди Иоанна? Конечно. Центральная часть Иоанна, она неизменна, что здесь, что здесь. Но есть часть Иоанна, которая не нужна евреям. того времени, на сегодняшний день, неплохо тоже знать, что Бог есть, и Бог очень един. Иногда евреи этого не знают. Но на тот момент времени то общество было, по сути, своей религиозной. Люди рождались в религиозную среду, где были вообще понятия очевидные с детства, практика была религиозная с детства, и все было ясно и понятно. Рождаясь сегодня на Украине, вы можете выйти на улицу. Вот сейчас вы выйдете на улицу и скажите, Христос воскрес. Это кого-то удивит? Они, ну, как-то придут в какой-то замешательстве, что-что-что, в этом говорите? Ни у кого эта новость не вызовет никаких эмоций. Через некоторое время, когда вы будете выходить, вам отвечать будут еще, воистину воскрес, и могут поцеловать вас. Ну, так делают, да? Чего ломкается, да? Что-то происходит, да? Христос воскрес. Ну, и истинно воскрес. То есть, никаких проблем нет. Никаких проблем нет. Когда вы встретите человека с корзинкой, с пасочкой, с яйцами, это кого-то будет удивлять? Все будут знать, откуда он уйдет. Будут все знать? То есть, практика, ну, абсолютно нормальная, естественно, мы не религиозные люди. Мы в большей степени считаемся сильно неверующими, да? Но мы это хорошо знаем. Для нас это не служит чем-то необычным. Если вы приедете в мусульманскую страну, они немного будут не в курсе, о чем идет речь, когда они будут смотреть на Пасху и яйца. Ну, вопрос. Они будут в курсе или нет? Нет, они будут не в курсе. Но здесь, на этой территории, это вещи вполне понятны, естественны и внятны. Когда-то я видел евангелизацию, которую устраивали свидетели Иеговы. Я проходил, такой большой стол был с литературой, они что-то спрашивали, рассказывали, общения было. Сейчас до 20-30 стояло возле этого стола, и я говорю, послушайте, этим людям, которые стояли, говорю, вы знаете, что вот эти ребята не верят в три единого Бога? О чем с ними можно говорить, если они не верят в три единого Бога? Ну, вообще, смешно. Стояли, по сути, свои неверующие люди, которым была интересна Библия, которым была интересна духовная литература, которым были интересны какие-то рассказы, но все закончилось только на одном заявлении, они в троицу не верят. И все разошлись. У меня было с товарища время, мы развлекались где-то около часа. Приходили новые люди, мы им сообщали опять ту же самую новость, и они опять расходились. Бедные свидетели не знали, что с нами делать. Я уже верующий. Безусловно. Мы стояли, развлекались достаточно долго, и я понял, что для тех людей, которые, в общем-то, не являются верующими, открыты определенные истины, и показать, что эти люди эти истины не разделяют с ними, и тогда предмет разговора заканчивается автоматически. Почему? Потому что мы с детства знаем, ну, троица, мы с детства знаем о том, что Христос воскрес, мы все это знаем с детства, нет никаких проблем. Мы определенно получили религиозное воспитание. Несмотря на то, что мы выросли в атеистическом обществе. Можно себе представить, какое религиозное воспитание люди получают, вырастая в религиозном обществе, когда они постоянно ходят в храм, видят священников, они живут среди них, поощряют их полномочицу в Иерусалим, они ходят в храм, видят храмовые чудеса, знают, слышат все. Понятно, о чем я тут говорю? То есть, есть определенные базовые понятия. Нужно ли их рассказывать? Смешно выглядит. Но внешние люди, все остальные народы этого, не знаю, их надо познакомить с базовыми понятиями. Когда Павел пришел, в Афины и проповедовал, он говорит, я тут ходил и нашел могилу неизвестному Богу. И вот я как раз и проповедую. Ему я пополняюсь, ему я проповедую. Вот сейчас я вам расскажу. Там была другая религиозная культура, ему надо было начинать сознание. потому что у них было вообще другое представление о религии. И он говорит, так, ваше представление хорошее, но неправильно. Переходим сюда. Начинаем отсюда. Потому что отсюда он не мог начинать. Поэтому благовестие язычников отличалось от благовествования иудеев. По сути, конечно, нет. Центральная часть была одной и той же. Но начало когда Павел приходил иудеев, он доказывал, что Иешуа есть Мессия. Он не доказывал, что Бог едит. Понятно, да? Другими словами, у него есть вопрос, который возникает после обращения Всевышнего, который говорит, послушай, тебе нужно пойти и предложить. Что предложить? Какую часть? Вот эту часть? Вот эту часть? Проси. У меня на схеме это значит, что и это. Мы только что долго и нудно говорили о чем? О чем мы говорили? Все хорошо? А эта часть какая, которую понимали иудеи? Так, понял, хорошо, ничего не поняли. Ладно, еще раз пробуем. Мы рисуем и говорим, что это Евангелие. Мы говорим о том, что это что? Что-то новое. Это Евангелие, другими словами, что-то новое. Которое говорится кому? Они это знали? Еще раз. Эта часть новая. Благая новость, хорошая новость, хорошая новость по определению это что-то старое? То, что не знали? То, что не знали. Отлично. А это есть часть благовестия, благой новости, новой новости. Это то, что не знали? Нет. Ну, как они могли знать, если это что-то новое? Они не знали ни этого, ни этого. Это новость. я не знаю, как это объяснить. Новость это то, чего не знают. Только вот эту часть новости евреи знают? Потому что это новость для кого? для этих это уже давно не новость. Потому что евреи имеют преимущество перед язычниками, потому что им верено слово. Эти еще не знают, а эти уже знают и давно. Но для этих это не новость, а для язычников это новость. По сути это одно и то же евангелие. По форме начало изложения другое, потому что оно начинается с других вещей, которые те не знали. Понятно, о чем мы не слышим? Когда мы говорим о новости, мы говорим о том, что не было известно. Есть проблема. Сегодня вы в курсе дела о том, что Христос они были не в курсе. Да, но они вообще и евреи были не в курсе, что он воскрес. У них были некоторые сложности с этим. Им нужно было объяснить, что он воскрес, что это значит, за что он умер. Им надо было все это рассказывать, они были не в курсе. Когда он приходит, и странно, он приходит, он приходит. мягко говоря, после 14 лет, которые были, еще дольше проходит времени. Это конец уже служения земного Павла. Он приходит и призывает к себе иудеев, и он говорит, через три дня Павел собрал знаки из иудеев, когда они сошлись, говорит им, мужи, братья, не сделан ничего против народа анталитических обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет у меня никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать сюда кесарев, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израиля обложен я этими узами. Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, и ни из приходящих братьев никто не известил о тебе, не сказал челюбухудов. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Он говорит, об этом учении спорят, но они знают о том, что спорят, но самого учения для них это новость. И они говорят, впрочем, желательно нам услышать от тебя. И назначили ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божьем. То есть, они этого, для них это было? Он излагал учения о Царстве Божьем, или он излагал учения о том, что Бог един, Творец неба и земли? И учение о Царстве Божьем для него было, для них было новостью. Вспоминаем Никодима. Надлежит вам родиться свыше. Говорит, ты о чем? Говорит, слушай, ты учитель Израиля, у этого существуют оказываются вопросы, существуют оказываются вопросы, которых они просто не знают. Им нужно это объяснить, им нужно рассказать. Они не знали из того, что было раньше, тем более не знают из того, что произошло сейчас. Понятно, да? Но часть они точно знают. И эта часть нужна верующим из язычников, а верующим из евреев мы не знаем. И когда Павел идет предлагать Евангелие, он придет предполагать вот это. Иерусалим спустя 14 лет ходил по откровению. Мы находимся во второй главе послания к Галатам. Я понял, что вы уже давно забыли о чем мы учимся. Но напоминаю, что мы третий день пытаемся разобрать послание к Галатам. Какую часть он предлагал? Эту? Эту? читаем еще раз. Потом, через 14 лет опять ходил в Иерусалим с Варнавой, взял с собой кита, ходил же по откровению, предложил там особо знаменитым, благорисование проповедуемое мною кому? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Еще раз, только медленно. Вопрос касался кого? Верующих. Не зря мы рисовали картики, да? Вопрос был по отношению к кому? Поэтому вопроса не было. Понятно? Или опять не очень? Понятно, что я потратил, конечно, достаточно долгое время, рисуя эти картинки. Но если бы мы начали сейчас говорить о послании к Галатам, не имея этих изображений, было бы понятно, о чем мы вообще говорим? Понятно, да? На самом деле мы как бы тратили время на вещи, которые не касались как бы к посланию к Галатам, да? Но напрямую они касаются понимания послания к Галатам, потому что иначе непонятно вообще, о чем идет речь. что он пошел туда проверять? Не думаете ли вы, что апостол Шауль пошел выяснить у них, и что, Мессии вообще имя нет? Он не мог, по идее, идти проверять вот эту часть. Это та часть, которая сверхъестественным образом была открыта ему лично. Он говорит, у меня не было нужды советоваться с плотью и кровью, мне не надо было вообще ни с кем разговаривать, мне не надо было идти к предстоящим апостолам, спрашивать их мнение, сверять мое послание. Он говорит, мне этого всего не надо было делать, я пошел себе и начал трудиться для Господа, я исполнял то поручение, которое я получил от него, я исполнял то посланничество, которое я имел от него, и мне не нужно было ни с кем советоваться. Спустя 14 лет он думает, что, чем я занимался? Но нужно понимать, что начал свое служение вот отсюда. Он начинает свое служение откуда? В проповеди в синагоге. Он переходит к проповеди, и он имеет плод. Но, несмотря на то, что он имеет плод, несмотря на то, что в церкви насаждается, последователей становится все больше и больше, конфликт возле этого служения нарастает. Он говорит, есть вопросы к этому учению, есть вопросы к этому служению, конфликт есть, и нужно нам разобраться. И Бог ему говорит, послушай, тебе нужно пойти в Иерусалим и предложить им то Евангелие, которое ты проповедуешь. Предложить для того, чтобы они его изменили. Предложить для того, чтобы тебя утвердить. Чтобы придать авторитет тому, что ты делаешь, и получить признательность в Иерусалиме тому делу, которому ты себя посвятил. Потому что, если ты не договоришься с ними, то у нас будет раскол. В этой части будет раскол. Или в этой? Понимаете, о чем я говорю? Получается, нужно взять микрофон. Потому что наступил достаточно важный момент для нашего понимания. То есть, мы сейчас приходим к тому, о чем мы говорили, и начинаем собирать вместе все, о чем мы говорили два дня. Ну, вот эта верхняя часть, что Шауль проповедовал язычникам, там получается это все как бы о едином Боге. И плюс это еще как бы закон. И он хотел посоветовать в счет как бы в этом законе. Что делать с обрезанием? Пути вхождение верующих из язычников в общество Израиля. Там была весьма существенная часть. Вхождение в общество Израиля. Там была часть, которая, безусловно, не вызывала никаких сомнений. Та часть, что Бог един. Но была часть, которая касалась вот этой картинки. Понятно, да? Вот эта часть была принципиально новой для верующих из язычников и для верующих из евреев. Мессианских верующих из евреев. Вот эта часть, она была радикально новой и непонятной. Понятно? Точно понятно? Сейчас будем делать первый раз. Хорошо, с этой мыслью я вас расставляю.